Около получаса назад Центр Сбирком Кыргызстана единогласно признал недействительными итоги парламентских выборов. С каждой революцией этих проблем становится еще больше. Народ потерпит любую власть, если эта власть справедлива. Столица Кыргызии уже больше часа живет в режиме чрезвычайного положения. Бишкек продолжает бурлить. Это бесстрашный какой-то. Эта площадь помнит не только праздничные парады и другие государственные мероприятия, но и митинги, демонстрации, где народ Кыргызстана выражал свое несогласие с политическими решениями, действующие на тот момент власти. Так и октябрьские события стали поворотным к судьбе Кыргызстана, когда государственное устройство полностью поменялось. Более 500 тысяч человек получают возможность голосовать по форме номер 2, то есть избиратель, подав заявление по одной форме, мог зарегистрироваться на избирательном участке по фактическому месту проживания и принять участие в выборах. Позже сами члены Центра избиркома признают, что эта цифра станет далекой от реальности. Реакции населения Кыргызстана не заставляют ждать и начинаются акции протеста, которые продлились 11 дней. На площади Бишкека начинается митинг-протест против предварительных итогов голосования на парламентских выборах. Участники требуют отменить итоги и назначить новые выборы. Около пяти политорганизаций объявляют об объединении, к ним позже присоединятся еще шесть партий. К вечеру стягивают спецтехнику, МВД и спецназ. Под утро взят Белый дом. Участники митингов освободили с мест лишения свободы ряд политиков. Начинаются отставки чиновников. Спикер парламента Джумабеков, премьер-министр Буронов уходят со своих постов. Наблюдается захват горнодобывающих компаний по всей стране. Молодежь требует иллюстрации. Ночь с 6 на 7 октября становится напряженной. Дружинники отстояли город от мародерства и разрушений. Продолжается захват госучреждений. Мегаком, Крысгомир, Крысалтын, Кумтар. Суромбай Джумабеков заявляет, что готов уйти с поста, если будет создано новое правительство. Правда, его пресс-секретарь позже объявит об обратном. Джумабеков вводит режим чрезвычайного положения. Вводят армию и спецтехнику. Парламентарии проводят заседание, утверждает Садера Джапарова, премьер-министром и новый состав правительства. Наблюдается стабилизация ситуации. Суромбай Джумабеков признает незаконным назначение нового правительства и премьера, объясняя это отсутствием форума народных избранников. Депутаты Джорку Кенеша вновь избирают на пост премьер-министра Садыра Джапарова. Суромбай Джумабеков подписывает указ о назначении нового правительства. Гостиница Иссыкуль. Сторонники Джапарова требуют отставки Джумабекова. В госрезиденции Аларча Суромбай Джумабеков объявляет о своей отставке. Полномочия президента и премьер-министра переходят к Садыру Джапарову. Народ потерпит любую власть, хоть какую власть, если это власть справедлива. Поэтому главной причиной того, что в прошлом году случилось событие, это были несправедливые выборы депутатов Джумабеков Кенеша. В первую очередь, это был очень административный ресурс использован, подкуп голосов был, причем все это было открыто. Поэтому и избиратели, и народ на это вышел. Это одна сторона. Вторая сторона, я хотел бы сказать, что экономическая ситуация тоже в республике после пандемии и так далее. Очень много причин было сложной. Экономическая ситуация, выпадение бюджета было. И за эти последние годы, я бы сказал, что и уровень жизни населения тоже не так поднялось, как бы хотелось этого. Вы знаете, у нас в Конституции всегда была закреплена святая норма. Она есть, она будет, и она всегда так должна быть. Это международные стандарты. Власть принадлежит народу. То есть источник власти является народ. И народ управляет государством через своих представителей. Выбирает местные, конечно, выбирает парламент своих депутатов, выбирает президента. Айлёк мэту. Таким образом, народ осуществляет свои конституционные права, источника власти. И когда наше общество настолько созрело, настолько созрело из-за вот этих трех революций, и что просто невозможно сделать так, чтобы фальсифицировать выборы и заставить народ это проглотить. Но у нас в обществе это не получится. Если мы посмотрим на причины двух предыдущих революций, уже получается трех революций, причина и рейтмотив одни и то же. Это именно борьба с коррупцией. То есть, когда происходит революция? Тогда, когда коррупция во всех властных структурах начинает очень открыто демонстрировать свою активность. И когда вот именно коррупция начинает приобретать такой агрессивный характер. События, которые происходили весь 2020 год, когда власть оказалась неидееспособной их решать, прежде всего последствия пандемии, предотвращения пандемии. И тогда в соцсетях очень много было мнений, что надо парламент уже убирать вот эту партийную систему. Потому что главная проблема ее была, это безответственность, невыполнение никаких предвыборных обещаний. И, по сути дела, ну скажем так, электорат был кинут, народ Кыргызстана был кинут, депутаты жили своей жизнью. И, соответственно, вставал вопрос не только о форме формирования парламента, но и о количестве депутатов. Предлагалось же, вот сейчас 90 оставили по новому закону, а предлагалось же вот в прошлом году именно в соцсетях вообще оставить 60 и не более. То есть в два раза сократить от того, что было в 2010 году придумано. Поэтому я думаю, что вот именно вот это недовольствие в целом парламентской системы, наверное, скорее всего, оно было вот этим, скажем так, движущей силой в событиях 5 октября. Безусловно, повлияло, знаете как, вот этот массовый подкуп. Это самое главное нарушение. Помните, форма 2 было такое? Например, когда мы поехали в Талас, весь Кировский район, по-моему, там сколько, 60 тысяч, что ли, перевезли в Талас голосовать, а с Таласа перевезли в Кировский район. Это было везде так. Например, с Канта перевозили в Валамидин, с Саламидина в Кант, с Джунгала Кочкор, с Кочкор в Джунгал. Вот так вот. Так нельзя. Это называется фальсификация, это воровство. Воровство голосов народа. После вот событий 5 октября мы все стали свидетелем того, что 6 октября у нас подал в отставку наш премьер-министр страны. Потом подал в отставку спикер Турага Жугор-Кенеш-Киргазской республики. Первые 3 дня у нас главы государства тоже мы не увидели в общественном поле, мы не знали, где до что творится. Тогда единственным легитимным органом оставался Жугор-Кенеш-Киргазской республики. И 6, 7, 8, 9, то есть где-то 10 дней, очень такие сложные, трудные дни для парламента. Тогда был легитимным органом только парламент Киргазской республики. Тогда, я думаю, он историческую свою миссию парламент тогда выполнил. Было сформировано правительство, избран премьер-министр, исполняющий обязанность премьер-министра, премьер-министр потом Киргазской республики. И дальнейшие шаги уже были как бы в правом поле. События октября 2020 года стали поворотными для Кыргызстана. Если некоторые эксперты считают, что страна еще раз увидела всю силу народа в несогласии с политическими решениями, то другие отмечают, октябрь 2020 изменил государственное устройство. Впереди важное политическое событие – выборы депутатов парламента. Выборы, которые должны пройти открыто и справедливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова